Почему срок не изготовили? Мы объяснили, что качество металла... Вас никто о металле не спрашивает. Вы конкретно почему не сделали? Так ведь мы писали, что на этом оборудовании невозможно... Что возможно, что невозможно, вас не спрашивают. Вы конкретно почему не сделали? Мы же писали, наше оборудование... Вас не спрашивают об оборудовании. Вы конкретно почему не сделали? Мы же не могли сделать, у нас нет металла. Чего у вас нет, чего у вас есть, вас не спрашивают. Конкретно почему не сделали? Не сделали и всё. Ну, сделайте. Ну, сделаем. Вот и всё. И всё. Привет, сладкие. В очередной раз я пропал на дофига времени, а если точнее, то на два с хвостиком месяца и ничего по сути не делал, и видосом занимался очень медленно. И даже сам забыл, о чем говорил в первой части. Поэтому рекомендую посмотреть предыдущую часть, если вы также забыли, что было раньше и кто я вообще такой. Но все же я взял себя в руки и доделал то, что должен был. А потому вы на канале Брэна, с вами Брэн, приятного просмотра. Голый хотел было съесть полурослика, но Бильбо решил договориться. Он начал загадывать Голому загадки. Голум с легкостью дал ответ на каждую из загадок, и тогда Бильбо решил поступить как Жак Фреско и загадал сложнейшую загадку человечества, что у него в кармане. На ответ дается 30 секунд. Голый, конечно же, в душе не ебет, что у него там в этом ебаном кармане, и проигрывает. Но просто так он отпускать бульбасика не собирался. Он хотел взять свою прелесть, колечко то бишь, и из невидимости на крысу загрызть лилипута. Но в кармане-то у Бильбо было то самое колечко. И надев его под инвизом, следуя за Голым, он легко нашел выход из пещеры. Выйдя из них, Бильбо нашел гномов. Но приключения надолго прилипли к жопе всей Кодлы. И всю пиздобратью прижали варги, загнали их на деревья, а гоблины начали их жечь, дабы выкурить непрошенных гостей. И поджарили бы всех невысоких, если бы не орлы. А почему бы эти самые орлы не отнесли вас к Одинокой горе? Ну да ладно. После спасения Гэндальф ушел по своим делам, показав гному дорогу нахуй, показав гномам дорогу через лес. И предупредил, чтобы те не сворачивали. Угадайте, что они сделали? Правильно, съебались и оставили бельбасика одного в Чернолесье. И это, ну, максимум неприятная локация. А все из-за сраных пауков. Маленькие, травят ядом, прям пиздец. Ну и еще андеды, которые особых проблем не вызывают. Главное, вовремя атаковать и отходить. По дороге мы то и дело будем находить шмотки наших гномов, которые, как хлебные крошки, ведут нас по верному пути. Это же Леодори! Надеюсь, с ним все в порядке? Мы выходим к лагерю, в котором из выживших сидит и горюет единственный человек. Его зовут Корвин. Охотник из озерного города. Узнаем у него загномов, и он ведает нам, что видел нечто похожее на гномов. Вот только были они в компании с пауками, обвитые паутиной. С людьми же пауки обошлись иначе. Просто поубивали всех на месте. В том числе и брата Корвина. Путь к паучьему логову лежит за стеной из паутины, но наш меч ее не возьмет. Для устранения преграды нам понадобится огонь, а то есть масло. По дороге за маслом для костра мы успеваем организовать филиал планс-версус-зомби. Попасть в ловушку, оставленную гуками. Тонем. Проходим все еще раз. Выбираемся из ловушки. Убиваем кучу мерзких пауков. Убиваем микробосса-паука. Находим перстак брата Корвина. В попытке выбраться снова тонем. У меня горит жопа, а должна паутина. Повторяем все еще раз. Отдаем перстень Корвину. Получаем от него респект. Сжигаем паутину. Ура! Продолжаем следовать по пути из шмоток гномов. И я никогда не был так рад нападению андедов. С ними дело иметь проще, чем со сраными пауками. И спустя одну акробатическую головоломку мы открываем ворота, подобрав правильную комбинацию вас и попадаем на арену к боссу андедов. Он хоть и выглядит грозно. Магические гидли дудли кидает, мечом машет, армию себе призывает. Но если оставить в живых одного его подсоса, то он перестает кого-либо призывать. В итоге я просто затанцовываю по арене и возвращаю его обратно в мир духов. Пройдя через сотни пауков, мы наконец добираемся до основного логова. Блядские восьмилапы уже готовы сделать гномья рагу, когда мы заходим внутрь. Здесь нас ожидают умопомрачительное времяпрепровождение в компании с мелкими паучьими выпиздышами и их мамками. Когда мы спасаем все гномов, устроив при этом геноцид пауков, вылезают три мамки-паучихи. Нападают они по очереди. И первая получает пиздюлей буквально с двух комбинаций в ебало. При этом бельбасик еще и троллить их успевает. Вторая отъезжает так же быстро от огненных камней в свое лицо. А вот с третьей и самой главной паучихой придется повозиться. Сначала нужно кинуть замораживающий камень и один раз ударить. Повторять, пока паучиха не двинет коней. После смерти всех пауков проход освобождается. И мы бросаемся за гномами. Кстати, мало кто знает, но бельба выследил их по запаху гномьего кала. Но на запах гномьего кала пришли также эльфы, которые наших сопартийцев взяли в плен. Но бельба под невидимостью кольца проследовал за ними, дабы спасти низкорослых друзей. Ах да, я же совсем забыл рассказать, что теперь мы вольны юзать кольцо сколько захотим. Ну пока вот эта полоска не закончится. Когда кольцо надето на палец, нас хуй кто увидит. Но эльфы не хуй. Они чувствительные личности. И чувствуют личность хобота даже под спеллами от могучего кольца. Когда кто-либо смотрит в нашу сторону, над нами будет загораться красная аура, обозначающая, что кольцо снимать прямо сейчас не стоит. Перед воротами во дворец эльфов мы находим пару странных камней. И какую-то траву, которую эльфы выращивают для внутреннего рынка. Все эти предметы пригодятся нам позже. А еще здесь какие-то ебанутые лягушки. Дергаем рычаг прямо за спиной у эльфов и заходим внутрь. Внутри нас встречает уже знакомая нам Лианна. Под обратедушевной, ну и за то, что мы однажды помогли ей, она решает помочь нам в ответ. Сливает все явки с паролями и говорит нам про три ключа, которые разбросаны по залу. Один из них мы кстати воруем прямо из-под носа короля эльфов, установив их на пьедестал и решаем простенькую головоломку с перетаскиванием кубов и открываем дверь в темницу. И добираемся до Балина. Я думал, что никогда больше тебя не увижу. Как вы все, в порядке? Ты должен найти выход отсюда, Бильбо. Может я и старый, слух у меня уже не тот. Но я явственно слышу впереди шум воды. Осмотри этот зал. Не может быть, чтобы отсюда не было выхода. Он, конечно же, просит нас вызволить их отсюда. Но вы черти, весь поход только проблемы из-за вас. Ну да хуй с вами, мудаками. Спустившись ниже, мы попадаем в комнату с бочками, из которой эльфы переправляют по реке припасы в озерный город. И Бильбо тут же рисует в голове план, как можно либо спасти гномов из плена, либо окончательно покончить с ними, расхуячив их оскалы. Вернувшись к Балину, обрисовываем ему план. А дополняет его лиана, подсказав, как можно усыпить охранника. В этих елеях можно отыскать три необычных растения. Если ты положишь их в его кружку, то выпив из нее, он глубоко заснет. Для этого нам нужно три разные травы, две из которых мы уже нашли. А последняя находится в логове пауков. Блять, пауки! Как только Бильбо убирает паутину, сразу начинается пиздец. Ну не такой, конечно, как локацию назад, но тоже неприятный. Помимо травы находим в пещере очередной камушек и возвращаемся в комнату с бочками. Закидываем батины травы в кружку охраннику и приложившись к пойлу, эльф засыпает как убитый. А мы с очередной победой возвращаемся к Балину. Осталось найти Торина. Его держат в одиночке, путь которой лежит через темноводные пещеры. Место неприятное, но Булебе похую, он решил быть героем. Пещеры эти, место скучное, населенное жабами и ансабами. Делать тут нечего. Наконец добираемся до Торина. Его держат под очень хитрым замком. Расскажите кто-нибудь эльфам, что не стоит писать пароли на стене рядом с хуйней, которая этим паролем и отпирается. Раскидываем камни на столе в правильном порядке и уходим отсюда. Маринуем жопу гоблина в бочки и сваливаем в озерный город. Короли и в бочки. Надеюсь, я плотно пригнал крышки. Первый блок. Думбл-кил. Трибл-кил. Килинг спрей. Мега-кил. Ултра-кил. Ай, гномы не предназначены для таких путешествий. Да мне здесь почти нечем дышать. Подождите меня! Приплываем в озерный город на бочках, где в честь маринованных гномов устроили пышный пир. Дело в том, что есть пророчество, которое гласит, что когда вернется король под горой, то реки потекут золотом. Ну и горожане на радостях устроили дикий рейв бухич. И пока гномы квасят и жрут до пуза, мы окажемся втянуты в детективную историю. Двигаем к бургомистру, и он в компании с Бардом, капитаном местной стражи, поручает нам непростое дельце. Кто-то пиздит бухло у местных жителей. Вот суки! К тому же хоботу сразу заплатили аванс, так почему бы и не помочь местной милиции. Прячемся в укромный уголок, и палим, как некая подозрительная рожа, зашла в винный магазинчик и вышла через некоторое время, но уже с товаром. Теперь надо проследить за шалопаем, учитывая, что у нас есть колечко, и то, что у вора видимо катаракта на оба глаза, трудностей это не составит. Что это? В итоге он приводит нас на склад. Дело раскрыто. Возвращаемся к Барду и рассказываем все, что выяснили. И Бард сразу получает нам следующее задание. В город недавно прислали какие-то странные ящики. Бургомистер считает, что в них что-то полезное для воров. К тому же привезли их на тот же склад, к которому нас привел похититель бухла. На складе мы внезапно для себя встречаем гоблинов, которые нападают на нас. Даем им всем пизды и, кроме гоблинов, подозрительного на складе ничего не находим. Странно все это. К тому же воры ворвались в арсенал и выкрали оружие. Еще и черную стрелу прихватили. Эту стрелу, если что, подарили людям гномы. Черная стрела сделана гномами. Кое-кто полагает, что эта стрела заколдована. Я не потерплю, чтобы она оставалась в руках этих мерзавцев. Барт отправляет нас в местный кабак, чтобы мы выяснили, что замышляют воры. И один из местных забулдык сдает с потрохами своих подельников, после того, как узнает, что вся его группировочка Z якшается с гоблинами. А это не по-пацански. Оружие хранится на одном из складов, к которому мы и направляемся. И хозяин даже не скрывает этого, и по доброй воле отдает нам ключ, чтобы мы решили проблему. Мы ловко забираемся по развалинам склада выше и натыкаемся на комнату, в которой одинокий гоблин играется со своей черной стрелой. Если ты не сбежишь отсюда сей момент, я тебя проткну насквозь. Держись от меня подальше, ты жаба. И после этих слов он убегает. Ну, факт наличия оружия на складе мы подтвердили. Пора валить к Барду. Далее нам поручают найти логово воров. И дают наводку на старого вора, который давным-давно отошел от дел. Но может кое-что знать. Находим деда в трактире, и он готов нам помочь. Если мы поможем ему. Вон со своей шайкой украл у старика фамильный золотой кинжал. И вот она нам и нужно вернуть. Дело плевое. Врываемся в хату, взламываем сундук и возвращаем кинжал. Дед говорит нам, что логово находится в подвале трактира. И ключом к нему является пять разноцветных бутылок. Две из них в таверне. Одна у трактирщика, а вторая в подвале. А три другие в домах, отмеченных знаком змеи. Лутаем все бутылки, и дед пытается вспомнить комбинацию. Да, группа такая была. Кстати, их тоже пятеро было. Американ бой, американ бой. Вот. А тебе чего, мальчонка? Теперь нам надо по подсказке деда расположить бутылки в правильном порядке. Порядок такой. Желтое, синее, красное, черное, фиолетовое. Попадаем в убежище воров, и сразу натыкаемся на загадку с мостами. И сначала нам надо построить два моста от кнопки до двери, и нажать в них два переключателя. А потом уже построить центральный мост, который ведет нас в комнату с очередным пазлом. В ней нам нужно правильно поставить бочки на кнопки. Каждая из них имеет свой вес, и каждая комбинация открывает определенную комнату. Решается это брутфорсом. Ну и в следующей комнате обнаруживаем деловую стрелку воров с гоблинами. Он выполнил обещанное. Также замечаем черную стрелу. На крысичах забираем стрелу, и пока гоблины делают веселую нарезку воров, мы сваливаем отсюда к барду. Черная стрела! Ты украл черную стрелу! Она же была здесь! Предательство! Бей гоблинов! Деритесь, гоблины, деритесь! Я их отыскал. Надо все поскорее рассказать барду. Здесь их можно окружить и схватить. Воры и гоблины там, в ловушке! Скорее на склад! Подожди здесь, городская стража управится с этим делом. Кто бы мог подумать, что такой малыш может оказаться таким полезным. Отличная работа, Бейтинс! Воров повязали, гоблинов убили, дело закрыто. Ну а теперь начинается то, для чего нас в этот поход и затянули. Мы должны ворваться в логово спящего Смауга и стырить золотую чашу. Пришло время нашему уважаемому мистеру Бейтинсу показать, на что он способен. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Это ведь моя любимая золотая чаша. Сложность в том, что дракон спит на куче золота. И если мы пойдем по монетам, то они будут звенеть, что может разбудить дракона. А это к добору не приведет. Как истинный вор, мы на крысичек залезаем прямо под пасть дракону и выносим золотую чашу гномам. Отчего Смаук приходит в лютый режим. Воры! Грабители! Обокрали! Воистину, это чаша моего деда. Отваги и хитрости у этого Бильба гораздо больше, чем кажется. А удачи гораздо больше, чем положено. Многие тяготы мы претерпели ради того, что в этот день настал. Ныне мы убьем дракона Смауга и возвратим себе наш дом и наши сокровища. Торин очень рад найденной чаше и, видимо, под эйфорией решает убить Смауга. Ну не дебил ли? Но старого уже не переубедить. И Бильба пытается хоть как-то облегчить задачу. А именно, отыскать слабое место дракона. И забравшись повыше, он садится Смаугу на уши. Рассказывает ему, как он голову наебал, как гномов мариновал и прочее. В итоге, уговаривая дракона показать его... А его... Весь усыпан драгоценными камнями, создавая крепкую броню на животе дракона. Но есть нюанс. Пары камней в броне не хватает. Из-за чего создалась прореха. Бильба попытался уже убежать, но дракон начал бушевать. И пришлось удирать, остужая жопу. На улице мы рассказываем гномам про слабое место дракона. Но наш рассказ, помимо бородачей, слышал дрозд. И он еще сыграет свою роль. В этот момент дракон улетает ебать озерный город. А мы оказываемся заперты в логове Смауга. Теперь нам придется искать отсюда выход. Но на самом деле все просто. Спускаемся на самое дно и камнями затыкаем дыры, куда стекает вода, позволяя ей заполнить ущелье. Что в свою очередь поднимет деревянную дверь, которая станет для нас мостом. Главное не затупить и не утонуть. Решив проблему, мы попадаем в Эрри Бор. Город гномов. А тем временем дракон уже долетел до озерного города. И начал устраивать там локальный Перл Харбор. Кто-то пытался дать отпор дракону. Но стрелы отталкивались от чешуи дракона. Некоторые просто спасались бегством. Барт же готовился к своему самому главному выстрелу. Но тут дрозд поведал ему слова Бильбо о прорехе в броне дракона. И как следует прицелившись, Барт вэрншотнул грозного Смауга. Сука, даже сраный дрозд полезнее всех этих бородачей вместе взятых. После этого люди и эльфы отправились к одинокой горе требовать свою долю сокровищ. Ну люди с задолей пошли, а эльфы так, свои интересы имели, да и людей поддержать решили. А Торин начал готовиться к обороне. А теперь игра резко превращается в квест. Как Петька или Сибирь. Этот этап полностью состоит из загадок и пазлов, которые придется решать. Нам нужно открыть комнату, в которой хранится Аркенстон. И сейчас по порядку. Сначала нам нужно открыть двери в технические помещения, ну там кузня, машинный зал и прочее. Для этого нужно в правильном положении установить камни в стену. Далее нам нужно подать воду в нужные комнаты. Но во все комнаты мы подать воду не можем. Для этого идем в машинный зал и чиним конструкцию нацепив ремень, который мы до этого нашли в центральном зале. Это приводит в движение вагонетки, благодаря которым мы не только можем быстро перемещаться из зала в зал, но можем и пустить в воду в другие комнаты. Далее разжигаем кузницу и куем два ключа по формам, которые нашли катаясь на лифтах. Они нам нужны для того, чтобы из трона достать форму ключа от сокровищницы. После этого с основным ключом идем в сокровищницу и уже тут нам нужно опустить колонну. Для этого надо дернуть 4 цепочки. Но вот беда, одной не хватает. Благо мы ее тоже нашли катаясь на лифтах. Наконец открываем дверь и забираем Аркенстон. И это я вам кратко все рассказал. А потратил на все это час реального времени. И еще про злоебучих пауков вам не рассказал. Кстати, Бильбо забрал камень, но приносить его Торину не собирался. Он наоборот выкрал его и отнес людям, чтобы те могли осадить наглого гнома. Но Торин полез в залупу. А уже на следующий день подоспели войска гномов. И тут бы началась дикая пизделка эльфов, людей и гномов, если бы не один нюанс. Нюанс в виде Гэндальфа, который сказал, что они все ебанутые. И на них несется армия гоблинов. И ведь действительно несутся. После такого поворота все три народа объединились, чтобы дать пизды общему врагу. Теперь мы будем скакать по полю битвы. Для начала нужно рассказать Барду о том, что к ним в тыл заходят гоблины. Пробиваемся мы кстати через самую гущу сражений. По пути помогаем гномам, которых прижали гоблы. И по сути мы конечно можем напялить колечко и тихонько прошмыгнуть мимо файта. Но эй бля, я еще не докачался до конца, а поэтому пизда вам гоблины ебаные. По дороге помогаем Корвену, которого ебут гоблины. Если вы забыли, то это тот мужик, которого мы встретили в лесу с пауками. За нашу помощь он ответит помощью. И прикроет нас из лука, когда мы будем прорываться дальше. Наконец встречаем Барда и передаем ему информацию о гоблинцах. Задача выполнена. Что дальше делать? Ахуй его знает. Пока мы пинаем хуй и ходим туда-сюда, из стены на стиле выходит Гэндаль. Он отправляет нас к уже знакомой нам Лиане, а сам уходит по своим делам. Когда мы добираемся до нее, она находится в окружении гоблинов, но изящно с ними расправляется. Оставляем ее одну пиздец, тем более я уже на фулл вкачан, поэтому как бы... Сами тем временем ломаем проход хитро выебанным способом. Лиана после этого отправляет нас к Бьерну, оборотнюю медведю. Быстро находим Мишу и следуем за ним бить ебало Болгу. Но увы, просто так Болг пизды получить не хочет. Его шаманы схватили Бьерна в магический купол, который его потихоньку дамажит. Надо избавиться от гоблинов. И для этого мы устраиваем игры с физикой. Толкаем бочки на всякий мусор, который валяется. Он падает дальше, толкает другую хуйню. Кто знаком с принципом работы машины Голдберга, должен понять, как это все работает. Таким красивым способом мы спасаем медведя. И он уже дает пизды лидеру гоблинов. После этого Бильбо получает по ебалу камнем, и остаток битвы провалялся в отрубе. В конце мы получаем респект и благодарность от всех. Бильбо в награду берет два сундучка с золотом и уходит. А что с ним было дальше, это уже совсем другая история. Ну, наконец-то я все это закончил. Надеюсь, что с новой игрой придет новое вдохновение, и я вновь не пропаду на нота-намбер количество времени. Ну а вам спасибо за просмотр, и до скорой встречи на этом канале. Субтитры подогнал «Симон»!